здравствуйте друзья мы с вами на ночном хайвее номер 101 время к полуночи приближается мы едем в аэропорт сан-франциско международный и я отвечаю на такой вопрос вопрос задается вот вы рассказываете много о поиске работы но одно дело первая работа а вот если не первая если ты уже работает вот как сделать так чтобы никто не знал что ты ищешь работу как вот вот как отвечать на звонки вот и тебе звонят например а как же отвечать на звонки вот как не не пострадать от того что ты ищешь работу уже работы я хочу сказать что это хорошая проблема хороший вопрос потому что когда у тебя уже есть работа уже намного проще думать о том как бы вот так там еще поешь получше работу это совсем не то же самое что когда работы нет я вас уверяю значит все делается несложно зависит от того конечно каким именно образом у вас появится вторая работа но если вы ищете ее таким как бы что называется старым казахским способом да то есть развешиваете резюме этом в поисковиках и так далее даже если вы опасаетесь что ваша компания может узнать что вы ищете работу там допустим вы знаете что они пользуются этими поисковиками с рекрутерской стороны вы можете имя свое немножко изменить вы можете название компании указать там как-нибудь так достаточно расплывчато это это все легко делать следующего имя свое можете немножко изменить но но как правило я это редчайший случай чтобы работать такой конторе где на вас там могут отследить это это практически невозможно значит вы рассылаете резюме вы вывешиваете резюме а дальше вы там помечаете чтобы вам не звонили описали по его вас спрашивают как к вам лучше в конце концов вы можете отключить там звонок на телефоне и все ничего такого не произойдет вы можете потом выйти во время перерыва там на паркинг лод и перезвонить все сесть машина чтоб вас там не сильно видно было конечно если вы будете все выскакивать там по телефону это подозрительно вот пусть пишут все понимают ведь не то что допустим люди которые с вами разговаривают они без понятия они они очень хорошо все понимают поэтому они спрашивают тебе добраться выгодите бы давай поймал но имейте ввиду что вы же в этот момент не не то что у вас там туфли жмут эти вы не деспер вот как по-английски вам сказали да вы спокойненько себе присматривать поэтому не то что вы пишите отзываться на каждый телефонный звонок из которых 9 например вообще мусор а пусть он вам напишет свой мусор а вы его будете игнорировать чего такого поэтому больше того чем больше у вас ограничений тем больше вы запаляете вот этого рекрутера который с вами работает или менеджера пуши одно дело чекс на рынке болтается его взять а другое дело сманить надо это совершенно другой азарт вот так что это тоже такой элемент присутствует если вы идете на интервью вам надо обычно нужно немножко принарядиться вы не хотите принаряживаться так чтоб все видели на работе что вы принарядились то есть вы можете опять машине оставить там что-то и там поменять рубашку может быть и брюки можно поменять что такого там на заднем сиденье сел брюк переодел в туалет зашел брюк переодел ну что такого так что никаких таких проблем нет вы можете сказать а как же я пойду на интервью если я в рабочее время а вы договоритесь что вы после работы придете очень очень многие компании вас с удовольствием проинтервирует либо пораньше утром да не знаю 8 придете либо допустим там к 7 вечера к 8 вечера придете там все будут на месте в этом потому что у вас интервью и чем более такая сеньорская позиция тем охотнее они будут подстраиваться под вас понимая что такой человек его просто так не возьмешь под него надо подстраиваться сегодня такой рынок что они под вас подстраиваются они выпаде вот и все я уже не говорю о том что вы можете взять отгул там на полдня бывают у людей обстоятельства к дантисту пошел я не знаю там ребенка хотят вести на молочу вот мне нужно там прийти там на пару часов попозже а чё ну по семейным делам хорошо не ничего такого нет я не бывают люди подозрительные и мнительные конечно но вы как будете где-то работать вы будете знать предмет на ту ситуацию будете как бы степень так сказать осторожность и менять в зависимости от того с кем имеете дело я вас уверяю что это последняя проблема которая вас должна сегодня интересовать то есть она так легко и так натурально решается и намного больше людей заняты поиском там 2 3 23 работы чем людей которые заняты поиском 1 сами посмотрите то есть это намного более массовая и типичная задача нежели там скажем поиск первой работы особенно поиск первой работы вот как у нас ребята в предметной области в которой у тебя нет реального опыта экспириенса нет давайте вот тогда слово вот это сложно вот это первый раз сложно второй раз то проще второй раз у тебя штаб экспириенс у тебя есть о чем рассказать по-настоящему понимаете ну чё говорить вот так что я бы не стал сильно заморачиваться на эту тему то есть при всем при том что я понимаю опасения которые человека беспокоит но я бы сказал что это такие хорошие добрые приятные опасения как бы не страшные ну и то есть тоже надо все аккуратно делайте с умом но во всяком случае это не не такая проблема когда за горло тебя схватили душу один надо как-то выкарабкиваться это это не имеет такой остроты так что я желаю успехов всем тем кто ищет не первую работу а вторую третью двадцать третью и я не сомневаюсь что первый раз поискав вторую работу а у человека уже не будет больше этих проблем но кроме может быть как бы приспособления к той или иной компании где в данный момент работы вот как бы так счастливо а